Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С мужчиной встречаемся пару месяцев. Поругались, ему не понравилось, что я нагрубил ему, сказал, что ему нужно подумать, хочет ли он отношений на расстоянии, потому что мы живём в разных городах. До этого мы были безыма друг от друга. Я не знаю, что делать, хочу извиниться перед ним, но не знаю, стоит ли ему написать или нет. Итак... Первое. Вы встречаетесь с мужчиной несколько месяцев. Несколько месяцев. Срок это довольно небольшой, ну вот, в том смысле, что за это время сложно узнать человека, вот, за это время сложно понять и увидеть, подходите ли вы друг другу, да, совпадают ли, совпадают ли ваши ценности, совпадают ли ваши желания, вот, совпадает ли, как-то в целом, вот, то, что вы хотите и так далее. Следующий момент, это то, что вы на расстоянии. Это, конечно, ситуацию довольно серьезно отягощает, потому что на расстоянии, на самом деле, ну, довольно сложно выстраивать какие-то отношения, потому что, когда люди, ну, вот, не вместе, да, когда люди не могут, там, грубо говоря, как-то, как-то вот, друг другом непосредственно контактировать, то и ссоры возникают, и конфликты могут случаться и так далее. Вот, поэтому здесь очень важно, ну, наверное, в первую очередь, для себя определить вот эти вот рамки, да, то есть, если отношения будут на расстоянии, то сколько времени они будут на расстоянии, как долго они будут на расстоянии, вот. Потому что одно дело, если отношения на расстоянии будут, там у вас, ну, еще, еще месяц, да, и другое дело, если отношения на расстоянии будут, там, еще в течение, ну, в течение года. Дальше. Необходимо обратить внимание на те основы, на которых вы выстраиваете вы выстраиваете, эээм... свои отношения, да. То есть, эээ... что вас, эээ, вот свя... ну, связывает. Эээ... что вас связывает с... ээээ... этим человек, вот, ну, конкрет... конкретно. Что вас связывает с ним? конкретно, повторюсь. Вот. Что между вами общего? Вот. Это то, на что вам нужно обратить внимание, потому что если общего между вами немного, то отношения выстраивать будет сложно и, соответственно, будут возникать конфликты. Опять же, именно по той причине, что вы, например, не имеете достаточно оснований для того, чтобы быть вместе. Вот. В этом важно отдавать себе отчет, потому что если этот аспект пропускать, то можно, к сожалению, находиться в области иллюзий. Вот. Которые, ну, в этом смысле ничего хорошего вам не дадут от слова совсем. Вот. Понимаете? Надеюсь, да? Какая шпука. Вот. Дальше. Следующий момент. Вы говорите о чем? О том, что, значит, нагрубили, ну, нагрубили парня. Вот интересная история заключается в том, что вы не пишете про основание того, почему вы ему нагрубили. Ну, то есть, что повлияло? Что повлияло на то, что вы ему нагрубили? То есть, ну, вам же совершенно очевидно что-то не понравилось. Вас совершенно очевидно что-то не устроило. Вот. И вот вы выбрали, ну, вот в данном конкретном случае, вы выбрали выразить свое недовольство в определенной форме. Вот. Понимаете, да? Какая штука. И соответственно. Соответственно. Как мне кажется, одной из главных задач заключается в том, чтобы увидеть, что же вам не понравилось. Ну, вот, ну, вообще, что вам не понравилось-то, что вас разозлило в общем-то. Вот. Потому что если вы извинитесь, к примеру, а ситуация, условно говоря, останется такой, то есть, ну, вам, вам, например, по-прежнему, да, не будет, вот, что-то нравится вас, по-прежнему будет что-то не устраивать вам, и так далее. Например. Ну, как бы, толку от того, что вы... И, ну, извинитесь, вот, какой толку-то от этого тогда. Понимаете, да? Поэтому очень важно, чтобы вы для себя определили. Первое. Для чего я хочу извиниться? Да? Да? Вот. Ну, то есть, вот, для чего, ради чего я хочу извиниться? И так далее. Это первый. Это первый аспект. Второй аспект. Чего я, например, жду, чего я ожидаю. От того, что извинился. То есть, ожидаю я, к примеру, того-то человек меня, допустим, сразу простит, примет. Что я буду делать, если этого не... если этого не произойдёт, если этого не случится? Готовы ли я к этому? Если этого не произойдёт? Если этого не случится? Вот. И последнее. О чём хочется спросить? Вас это то? А в чём вы сомневаетесь? Вот. Когда речь идёт про то, что бы ему написать? Что бы ему написать? То есть, вот. Сомнения-то у вас в чём? В данном случае. То есть, это как-то... вашим ценностям не соответствует. То, что... Вы хотите ему написать? Вы как-то считаете, что... Ну, что не надо ему писать? Или как? То есть, вот. Ну, просто вот. А конкретно... В чём вы сомневаетесь? То есть, ну, давайте постараемся вот этот момент... Как-то вот. Разобрать и рассмотреть. Вот. Потому что... История серьёзная? Вот. История важная? А как вы её... Решаете? В данном случае непонятно. Вот. Понимаете, да? Конечно, буквально. Поэтому, вот, на мой взгляд... В этих аспектах вам нужно разобраться. Ну, и если... Грубо говоря, да? Если вы... К человеку относитесь. То есть, вы определите для себя... Определите для себя... Как вы... К человеку относитесь. Ну, вот. Ну, вот. Вообще. Ну, вот. В принципе. То есть... Чего вам хочется... Там... Ну, по отношению к человеку, допустим. Что вам... Вам хочется больше, там... Для себя, к примеру. Ну, в этом смысле. Или вам хочется... Для него... То есть, вот. Ну, вот. В этом... В этом, опять же, аспекте, да? То есть, для себя или для него. Вы хотите... Ну, извиниться, так скажем. А... Потому что... Ну, вариантов может быть... Может быть, много. Здесь. Ну, по крайней мере... По крайней мере, мне так это видится. И... Я надеюсь, что... Ну, надеюсь, что вам тоже... Вот. Примерно... Примерно так же это видится. Вот. Ну, в этом смысле. Вот. А... То есть, тут нужно... Поисследовать этот момент. Как минимум. Вот. И уже... А... Дальше... Уже... Дальше уже... А... В дальнейшем... А... Вот. А... Можно... Будет... А... Что с этим делать. Вот. Вот. Как-то так. Эм... К счастью или... К сожалению, вам... Эм... Никто... Эм... В данном... Эм... Контексте не поможет и не ответит, что вам делать. Потому что... Это... Отношения выстраиваете только вы. Kaf.y сам. И... На мой взгляд... Эм... Кто вот. Эм... Вам... Ж... Са мой... И... Отвечать... И... О... Пов 기자... За... То, что... Эм... Эм... Ну, за то, что... Происходит... В... Ну... В... escalate... отношениях ваших. Вот. Как-то так. Я думаю, что на этом можно закончить мой ответ. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам как-то двигаться вперед и что-то для себя узнать, что-то для себя понять. Может быть лучше, чем сейчас вы это делаете. Удачи вам! Всего самого доброго! Обращайтесь за помощь вам, мама! Безусловно, пригодится!